Он немного напоминает мне Тима Данкона, тем как обдуманно он обращается с мечом. Он также собран и холоднокровен, как молодой Тим. Я видел игру Тима за университет Wake Forest, он был феноменально спокоен. Он никогда не терял самообладание, то же самое можно сказать и об Эгли. Фантастический парень. Я считаю именно себя первым номером драфта. Да что ж вы все заладили-то, этот первый номер, тот первый номер, окей, я тогда тоже считаю себя первым номером драфта. Эх, ладно, шутки в сторону, господа. Всем привет, и сегодня мы с вами, как обычно, продолжаем разговор о грядущем драфте и его представителях. Кстати, у нас сегодня не просто выпуск, а сразу же двойной выпуск. Знаете почему? Потому что Трэй Янг у нас уже был в гостях, и вы смело можете посмотреть про него ролик по ссылке в описании. А нас же с вами сегодня интересует Марвин Бэгли Третий. Но как обычно, перед тем, как мы встанем на стартовое вбрасывание, обязательно напиши в комментариях, кого дальше мы будем разбирать в выпуске. Ну а теперь, погнали смотреть. Итак, знакомьтесь, это Марвин Бэгли Третий. Парень, который до сих пор вызывает вопросы о том, на какой позиции он будет лучше смотреться, центра или же мощного форварда, иногда выполняющего работу этого самого центра. В общем, это уже забота на самом деле команды и тренера, в которые он попадет, но в Дьюке, например, он обычно исполнял больше роль центра. Хотя, давайте обо всем по порядку. Родился и вырос Марвин в семье, в которой, конечно же, баскетбол был всегда. Его дедушка Джо Колдейл в свое время не просто играл в баскет, а был настоящим профи, играющим в NBA за Сент-Луис, нынешнюю Атланту. Так что, почему Марвин решился покорять вершины Олимпа баскетбольного, думаю, объяснять не стоит. Хотя его папа отдал в свое время предпочтению футболу. Но это не суть. В школьные годы Бегли Третий, как, в общем-то, и все предыдущие игроки нынешнего драфта, показывал крайне хорошие результаты по игре. Например, свой последний год за школьную команду Сьерра Кеннин его статистика в среднем составляла почти 25 очков и 10,1 подбора в среднем за игру. Что говорит, во-первых, о дабл-дабле в среднем за сезон, а во-вторых, о эффективности игры под кольцом. Кстати, интересным фактом тут можно назвать, что еще в Академии Хилкриста его партнером по команде был Деандро Эйтон, которого сегодня Марвин считает далеко не первым и уж тем более не самым сильным на драфте. Но вернемся, пожалуй, к самому интересному, к моменту, когда перед Бегли встал вопрос продолжения карьеры в колледже и, собственно, его игре. Вообще, история попадания и переквалификации Марвина Третьего, наверное, заслуживает отдельного выпуска. О действительно непреодолимом желании поскорее сдать все экзамены и попасть сначала в универ, а потом и на драфт. Но все же это немного другая история, поэтому скажу лишь кратко. Пацану реально пришлось постараться ради возможности пойти в универ. И вот, кстати, какие варианты у него были. Дьюк, Аризона, Канзас, Кентукки, UCLA и USC. Чтобы вы понимали, это одни из самых престижных и титулованных команд NCAA. А, собственно, почему одновременно столько приглашений получил Марвин, объяснить достаточно легко. Тут всему виной его игра и рейтинг KSPN, по которому он был оценен, само собой, на 5 звезд, получив номер 1 в рейтинге ТОП-100. А выбор же парня пал на Дьюк. С приходом Марвина Бегли в Дьюк о том, что он новая и однозначно будущая звезда, как NCAA, так и NBA, заговорили сразу все, кому не лень. О его эффективности в краске против больших, хорошем среднем броске, трехе и универсальности писали отчеты многие скауты. Но почему, спросите, вы ему сразу же уделили столько внимания? Ну, во-первых, так на самом деле говорят про всех школьников. У них там вообще что не школьник, то минимум на словах новый Леброн. А во-вторых, Марвин действительно очень громко стартанул. Например, в своем дебютном матче против университета Илона он накидал 25 очков и собрал 10 подборов, что, согласитесь, не слабо. Спустя еще пару недель против Техаса он повысил статус до 34 очков в 15 подборов, благодаря чему он еще сильнее обратил на себя внимание, да и к тому же установил новый рекорд Дьюка для новичков университета. А спустя еще 4 дня уже против Флориды он вновь настрелял 30-ку, записав свое имя в истории университета Дьюка как самого результативного студента с бородатых 60-х годов. Кстати, средняя же стата к концу сезона у Бэгли составила 21 очко и 1 с 1 подбора за игру, и самая классная 0,9 блока в среднем за игру. Согласитесь, это немного интересная стата, но почему она выглядит именно так? Тут для начала стоит разобраться с игрой и антропометрией. Начнем мы, наверное, с физических данных. Рост 2 метра 1 сантиметр, вес 106-107 килограммов. Этим, кстати, и объясняется, почему, например, в Дьюке он больше исполнял роль центра, работая в основном в краске. Что же касается самой игры, то тут Бэгли хорош практически во всем. Арсенал игры в атаке широкий, начиная от продавливания и бросков крюком, и заканчивая быстрыми прорывами с дриблингом и трехой. Кстати, по процентам с игры трешка у Марвина летит с процентом 39. Со средней он кидает на 61%, а вот со штрафной, и, кстати, с этого момента начинаются недостатки Бэгли, идет лишь показатель в 62%, что для игрока, работающего с частым контактом в краске, согласитесь, слегка маловато. Но и наша любимая рубрика «Что ж там у него с блоками» тоже говорит о том, что с обороной для почти штат-центрового у парня далеко не все хорошо, так как 0,9 блока достижение, прям сказать, не феноменальное. Из отчета Таджа Дженкинса от 5 апреля 2018 года ему явно не хватает размаха рук против других крупных центров, когда он закрывает именно эту позицию, что в итоге приводит к плохой работе в защите и, как следствие, низкому проценту блокшотов в игре. Что касается обработки мяча и броска, то ярко выраженная игра только левой рукой сильно ограничивает его наступательные способности, так как в NBA нужно уметь работать одинаково хорошо с любой стороны корзины и находить наиболее короткий путь для мяча при броске. Обработка мяча в атаке, когда он находится в краске, также нуждается в работе, опять же, касаемо правой руки. Заметно, что она является отстающей и сильно нуждается в развитии. Что же касается лично моего мнения, то однозначно, Марвин Багли третий достоин первой пятерки драфта, но никак не первого места уж это точно. По позиции я ставлю на то, что играть в NBA он будет скорее мощного форварда, нежели центра. А если говорить о моем личном драфт списке, то я отправляю его на пятое место нашего рейтинга за излишнюю самоуверенность и слабую правую руку. Делитесь этим выпуском с друзьями баскетболисты и не забывайте участвовать в нашем конкурсе в честь 100 тысяч подписчиков. Все подробности есть по ссылке в описании. Ну и как всегда, пиши в комментариях, под каким номером, по твоему мнению, Багли пойдет играть в NBA. А также подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и ставь баскетбольный лайк, если выпуск тебе понравился. Услышимся в следующем ролике. Пока.